Итак, Российская империя контролирует попусту огромные территории. Кое-как нам даже удается вытвердить статус империи, ведь у России есть свои колонии. Однако уже 8 июня 1613 года наши английские друзья просят на помощь. Ни слова больше, тотчас более 40 тысяч богатырей на русско-польской границе отправляются во Францию. Кажется, в этот раз любители белого флага в очередной раз подтвердили свой статус. Их основная армия вторжения была уничтожена, однако впереди было еще слишком много работы. Без нашей помощи Британия бы максимально приблизилась к капитуляции. В первую очередь мы перережем их важнейшие торговые пути и займем столицу. Вот так гораздо лучше теперь наши британские коллеги находятся не в столь плачевном состоянии. Пытаемся перехватить недругов на крепости, однако остается лишь однотысячная армия, с которой мы довольно быстро расправляемся. Да уж, вообще-то довольно интересный расклад получается. Интересно, придет ли британец на свою собственную войну. Ладенько, у нас с вами и своих дел не в проворот, пожалуй, подпишем. Вот такой вот нехитрый мир и получим в свое распоряжение еще один небольшой курорт. И знаете что, судя по всему, российская корона сделала правильную ставку. Нам с вами нужны англичане, ведь Испания и Португалия занимают большую часть Северной и Южной Америки. Но все это планы далеко идущие, сейчас нас ждет Персия. Во что бы то ни стало, мы должны реализовать наш Каспийский проект. Российские меха нуждаются в дополнительных рынках сбыта, и Персия это довольно перспективный рынок для нашей развивающейся экономики. На вопрос, зачем Персам нужны российские меха, я бы ответил так, никогда не зарекайся от ссылки в саму Сибирь. Хотя, быть может, Персы больше предпочитают курорты на Аляске. В любом случае, план простой. На канал не подписался, на зиму в ГУЛАГ сослался. Первые группы вторжения Ширвана и Ак-Кайонлу уже на нашем Кавказе. В этом регионе у нас довольно слабое военное присутствие. Нам нужны свежие подкрепления и, возможно, даже отряды наемников. Хотя, казалось бы, даже заведомо гибельные размена с вами, как оказалось, полностью устраивают. Пожалуй, подтянем еще 44 тысячи с Крымского полуострова и сможем разбить эти подразделения. Правда, есть небольшая вероятность касательно того, что 20 тысяч наших бойцов не доживут до их прибытия. С другой стороны, на востоке наша армия полностью доминирует. Благодаря более чем ста тысячному военному присутствию, армия России прорывается на юг. Интересно, все-таки успеют ли наши славные крымские подкрепления. У нас тут как раз таки осады закончилось. И, судя по всему, да, наши подразделения прибывают вовремя. Остатки сил Ширвана и Ак-Кайонлу успешно пытаются перегруппироваться. Однако 60-тысячная российская армия не дает им пространства для маневра. К сожалению, по состоянию на конец июля все оказывается не столь радужно, как докладывали государю. Массовое дезертирство, голод, болезни захлестнули российские войска. Это при том, что бюджет короны буквально трещит по швам. Тоже большая часть захватчиков была благополучно ликвидирована. От оставшихся сил Ширвана нас с вами отделяет только крепость, которая, надо сказать, довольно быстро переходит в наши руки. Горе побежденным с такой жалкой моралью Ширван обречен на поражение. Если бы не многочисленные крестьянские восстания под руководством бояра, то был бы славный день. 16 тысяч пушек, 8 тысяч коней и 9 тысяч пехотинцев были похоронены. О боеспособности персидских союзников можно более не говорить. Итак, война продолжает идти своим чередом, а мы продолжаем колонизировать Аляску. России жизненно важно поддерживать свой колониальный статус, ведь это позволит ей продолжать во всеуслышание говорить о том, что она страна номер один в мировом рейтинге. При поддержке британского флота мы покорим этот мир. Ну и собственно с остатками персидской армии мы с вами понемногу разбираемся. У персов остается лишь один сильный атакующий кулак, который довольно быстро рассыпается на горсти армии поменьше. В результате чего большая их часть довольно оперативно перехватывается русскими войсками. Численное технологическое преимущество налицо, особенно после полного уничтожения 18-тысячной армии пехоты. 22 июля 1621 года мы подписываем просто грабительский мирный договор, который лишает персов огромной части их территорий. Самое главное торговый узел и ряд важнейших крепостей в северной части страны отныне под нашим контролем. К Кайонлу также приходится пойти на значительные территориальные уступки. Отныне у нас есть прямой сухопутный коридор к Трабзону. Что ж, нас с вами давно волновало голландское присутствие вреде колониальных регионов. В частности нас интересует плацдарм в голландской Колумбии. Да, кажется именно так выглядит рейдерский налет. Мы не можем воевать в голландских колониях. Наш флот по-прежнему не представляет какой-либо серьезной угрозы для нашего противника. А колониальные гарнизоны по-прежнему жалки. Но нам и не нужно делать этого для того, чтобы взять столицу. Так дешево и сердито мы вынудим Голландию отдать большую часть своих колоний под наш полный контроль. Ее союзники жалки и способны лишь предоставить нам дополнительные ресурсы за столом мирных переговоров. Так друзья, у нас с вами появился новый советник Борис Морозов и он в общем-то довольно неплохо прокачает наши административные возможности. Это было конечно достаточно дорого для нашей казны, но чего не сделаешь ради державы. Итак, садив столицу мы получаем довольно-таки большое преимущество за столом мирных переговоров. К тому же англичанин ловко расправляется с единственной боеспособной армией врага в регионе. 3 апреля 1626 года стороны конфликта садятся за стол мирных переговоров. Как результат, Голландия согласна пойти на значительные территориальные уступки. Да, потери были довольно неприятные, но они того стоили. Во-первых, под нашим контролем оказалось несколько любообедных плацдармов на разных континентах. Разумеется, нам понадобится потратить довольно много ресурсов для того, чтобы привести их в какой-то более-менее здравый вид. После победы над Голландией нас с вами ждала кампания против Дании. Довольно быстро силы вторжения перехватывают основную обранительную армию. Мы теряем куда больше, чем наш противник, однако одерживаем победу. Наконец-то мы с вами сделали это. Только абсолютный автократ может привести Россию к светлому будущему. 1627 год, а мы уже готовы начать воплощать наши великие имперские амбиции. В этот же день императрица собирает свой первый сенат. Во время отсутствия императора или императрицы должен быть тот самый институт, который позволит оставаться нашей стране на плаву. Группа людей, которые не боятся принимать тяжелые решения в самые смутные времена. Принятие этого института позволит нам не только повысить лоравновесную лояльность сословий, но и понизить их влияние. Многие считают, что стрельцы могут стать серьезной проблемой для будущего России, однако при должном управлении они все еще могут сослужить хорошую службу. Уже довольно давно в стране зародились первые государственные мануфактуры. Естественно, мы и дальше будем только приветствовать процесс индустриализации. В результате мирного договора с Данией мы теперь полностью контролируем Норвегию и некоторые новые территории Швеции. Правда, это абсолютно не те территориальные приобретения, которыми нам бы хотелось хвастаться. Наш скандинавский флот показал свою полную несостоятельность, но он требует скорейшую перестройку и модернизацию. Хотя, если посмотреть на все это дело с другой стороны, то после поражения речки в регионе у нас с вами останется не так, что и много врагов. Стоит ли тратить казну на усиление военного присутствия в этом регионе, это тот еще вопрос. Итак, сейчас нам нужно как можно быстрее взять Варшаву. Наши наемники уже готовы пойти на штурм, ведь гарнизон польской столицы довольно скромен. После победы мы тотчас отправляемся громить польскую армию под Краковом. Объединившись с регулярными войсками, нам удается разбить врага. Правда, Краков временно переходит под контроль Польши, но это уже ровным счетом ничего не значит. Последнее крупное сражение на карте кампании завершается практически полным разгромом польской армии. Нам остается только перехватить несколько наиболее уязвленных отрядов, после чего Екатерина сможет с чистой совестью закончить покрас. На саду крепостей может потребоваться немного времени, однако пока что мы решим ряд проблем на островах, ведь крестьяне кривозубые решили захватить богам. А вот и первая наша проблема, колонии-то мы с вами понахватали, а вот оборонять их пока что особо-то и некем. Причем контроль над этими землями вынуждает нас держать здесь довольно большие армии. Но вернемся к нашим полякам, но тут немного австриец поднасолил. Ну и что поделать, придется немного модифицировать наш мирный договор. Собственно, такой вариант развития Собойкина с вами более чем устраивает. Самое время объявить о разделе Польши. Большая-то не речка, а так небольшое озерцо. Ситуация на границе с Японией накалялась. Беззащитная Киото привлекает императрицу. Ведь местный монумент довольно неплох и станет жемчужиной, украшающей нашу империю. Не плохо так, взятие столицы подарило нам 45% победных очков. А где же те самые самураи, что защитят страну восходящего солнца? 20-тысячная армия это все, что может выставить против нас Япония. Тяжелейшее противостояние традиций и технологий. Император более не в силах править этой страной. По результату мирных переговоров, Киото переходит под наш полный контроль. После падения столицы император Японии более не находится под защитой Сёгуна. Его власть потеряла всяческую легитимность. Под гнётом многочисленных даймёстр она рано или поздно рассыпется на куски. Конечно же, если до этого момента не будет съеден над многочисленными русскими медведями. Как бы то ни было, большая часть дракона уже сейчас находится под нашим контролем, а это неплохой плацдарм в Тихом океане. Кстати говоря, наша колония папуасиков-шерицы процветает и совсем скоро обретёт свою самостоятельность. В середине 37-го года мы объявляем войну Осману. В этот раз мы жаждем огромных территориальных приобретений. Как нельзя, кстати, получаем неплохой бонус к дудкам. Аж на целых 10 лет, поэтому будем воевать со всеми, на кого у нас есть претензии. Интересно, Турция хотя бы как-то собирается активизироваться в Анатолии. А уже январь 38-го года они всё пытаются обойти наше подразделение с флангов. Так можно лишиться и практически всех своих союзников. Что немаловажно, крепость Страбзонии принадлежит нам, и теперь мы можем начать вторжение в Анатолию с востока. Предварительно, конечно же, постараемся вывести основных османских союзников из этой войны. Шарман по традиции выставляет против нас 22-тысячную армию, которая, скорее всего, в ближайшее время будет перехвачена нами. Всё-таки на Балканах Осман пытается развивать хотя бы какой-то успех, и вот наконец-таки нам удалось найти его 60-тысячную армию. Похоже, это всё, что у него есть, поэтому ликвидация именно этой армии вопрос первостепенного значения для нашей державы. В Анатолии мы не даём турку собраться, и уничтожаем аж целых 10 тысяч пушек. Это, прямо скажем, неплохой удар по турецкой экономике. Следом за 10 тысячами турецких пушек в топку отправляются ещё 20 тысяч. Кажется, в Анатолии более не осталось противовеса российской армии. Что касается Балкан, то здесь турецкие подразделения снова отличились. В отличие от анталийских генералов, здешний командует достаточно эффективно. А мы, наконец-таки, забираем Шарван под свой контроль, и теперь это крепость Баку. Как по мне, так стало гораздо лучше, и к тому же мы получили опорную крепость. Что ж, пришла пора обезопасить наше вторжение на Балканах. Теперь мы даём бой немного превосходящими силами, и к тому же сражаемся достаточно эффективно, ведь турок заживёл свои войска на минус один. Чудесные новости сибирского региона, ведь теперь мы полностью контролируем торговлю мехом. Так сказать, ещё один маленький шажочек на пути к величию. Ещё одна на этот раз 50-тысячная армия Каюнлу была поймана под Каиром. Огромные потери вынуждают нас даже поднять гарнизон крепости на это сражение. Всё это было нужно нам лишь для того, чтобы успеть подвести 21 тысячу. Однако, османский султан командует об отступлении, и кто мы такие, чтобы противиться его воле? Потери, конечно, громадные, но победа есть победа. Хотя, возможно, пришла пора подписать ещё один мирный договор. Теперь у нас с Османом прямо-таки довольно неплохая протяжённая граница. Итак, нам с вами остаётся лишь уничтожить греческий корпус. И хоть тот был довольно неплохо укомплектован, нам всё же удаётся разбить их. На момент начала 1939 года нам удаётся одержать уверенную победу на Балканах и полностью уничтожить турецкую армию. Единственная угроза для нашей страны сейчас, которая вовсе не является угрозой, это Тунис. Их 11-тысячная армия была буквально втоптана в карфагенские пески. Пока Турция нищает, российская казна ширится и процветает. Нам с вами остаётся лишь осадить Тунис, и можно будет праздновать победу. Чудесная новость. Наши родокопы обнаружили крупное месторождение золота. Практически 9 тысяч золота явно не будут лишними. Это, между прочим, 19 мануфактур. А вот и тот самый мирный договор, по результатам которого огромные территории Туниса отходят нам. Да эти земли особо ничего не производят и не так сильно нужны нам для торговли, но это отличный плацдарм для вторжения в Испанию. 10 октября 1641 года мы подписываем мирный договор. Скоро Османская империя перестанет считаться сколькой-нибудь важной силой в регионе. Разделённая на три части империя, подобно лоскутному одеялу, надеждой которой остаётся лишь на сильный флот. Но будь у османов даже 200 кораблей, то вряд ли спасло их от неминуемого. Итак, товарищи англичане вновь наступают на французов. Мы же планируем несколько расширить горизонты дозволенного и планируем бросить вызов хозяевам золотой арманы. 11 июня 1645 года мы начинаем масштабную перебруску войск в Маргип. В то же время наши основные группы армии планируют вторжение на материковую часть Испании. Без боя испанец теряет несколько важнейших опорных крепостей. Однако благодаря близости основных французских укреплений мы пока что не можем перейти тот самый Рубикон. Что же касается колоний, то здесь ситуация пока что патовая. Основная проблема состоит в том, что нам приходится сражаться с Португалией. Он наступает сразу по двум направлениям, нам сами понимаете не с руки. Нам приходится даже одобрить пошлины на сахар. Ситуация довольно тяжелая и нам придется затянуть пояса потуже. Вот и первое сражение недалеко от нашей колонии Аляска. Испанские силы были практически на голову разгромлены. Однако у испанца еще более 50 тысяч штыков дежурят на границе. Если нам удастся вовремя подвести подкрепление, победу будет за нами. Подумай, только испанец отводит половину своего войска и не решается давать нам сражение. Эта досадная оплошность стоила жизни 15 тысячам его бойцов. Теперь со стороны Аляски у нас с вами явное видимое преимущество. Мы естественно будем продолжать развивать это наступление. Ну а пока что давайте глянем на материковую часть страны, где мы с вами довольно неплохо разгулялись. И все-таки мы надеемся, что рано или поздно Британия будет оказывать куда большее давление на Испанию. По крайней мере своим флотом. На данный момент под Никарагуа наши войска несут тяжелые потери. И скорее всего здесь наше наступление окончательно захлебнется. Однако не стоит забывать про Маргиб, где сосредоточены основные острия атаки испанцев. Конечно на данный момент по потерям абсолютный паритет, но у Испании практически нет резервов, а к нам идет еще 64 тысячи штыков. Разумеется с таким количеством людских ресурсов мы можем полностью доминировать в Северной Африке. Скорее всего Испания не успеет вывести эти подразделения из сражений. Но справедливости ради мы с вами потеряли 13 тысячную армию. Разумеется северно-африканское направление для нас по-прежнему остается наиболее предпочтительным. Здесь Португалия снесет тяжелейшие потери и полностью лишается резервов. И именно отсюда наши армии открывают второй фронт. Знаете, шутки шутками, а Таталеда уже рукой подать. Даже Ниэполь отправляют несколько тысяч нам на подмогу. Но что самое главное, их флот блокирует восточную часть страны. С измерения во всем этом великолепии есть один минус. У нас в резервах осталось всего лишь 18 тысяч бойцов. Как вы все прекрасно понимаете, на осадах мы потеряем минимум 1050. С другой стороны, нас с вами хоть и ждал полный разгром в Никарагуа, но вот в Северной Америке мы с вами оказываем такое довольно серьезное давление. Еще немного и сопротивление удастся подавить окончательно. Все мы прекрасно понимаем, что нужно как можно быстрее выводить Португалию из этой войны. На материковой части страны нет абсолютно никакого военного присутствия. Но это значит, что португальца уже можно прямо сейчас списывать со счетов. Кстати говоря, возможно мы даже сможем получить какие-то их колонии. Ведь взять их крепости в Северной Африке не составит какого-либо труда. Так, ну в общем-то, вот такой мирный договор меня более чем устраивает. Теперь у нас с вами есть довольно неплохой плацдарм в Мексике, и в случае чего мы сможем прижать Португалию. Расквартируем здесь несколько армий и сможем не допустить Никарагского сценария. 5 июня 1648 года мы подписываем мирный договор. Стоило ли оно того, это, конечно, уже совсем другой вопрос. Огромные потери, более 250 тысяч от истощения, но Русская и Северная Америка отныне наша. Теперь самое главное, мы с вами можем закрыть квест на приобретение Аляски. Как раз таки вот оно, то самое разделение случилось. К тому же Испания потеряла ряд важнейших колоний по результатам мирного договора. При вашем огромном желании и небольшом вложении лайков, скажем, в количестве тысячи штук, мы могли бы получить всю Северную Аберику под наш полный контроль. Сейчас же пора закрыть квест длиной в целую жизнь. Нам остается только забрать западное побережье и Канаду, и в общем-то, практически все задания за Россию будут выполнены. Мы также продолжаем теснить беззащитную Японию, и без зазрения совести забирать у нее все новые и новые земли. 9 февраля 1657 года Россия объявляет одну из последних войн Османской империи. При поддержке Милана, Австрии и Великобритании нам удается нанести одно из тяжелейших поражений Осману и его союзников, ведь на арену выходит сам Петр Великий. По результатам мирных переговоров от 7 июня 1664 года, Иван IV совместно с Петром Великим освобождают большую часть славян на Балканах. Маргип наконец-то объединяется с Египтом посредством сухопутного маршрута. В Персии мы практически полностью прорубили путь к важнейшему торговому узлу, и наконец-то можем закрыть целых три задания. Славяне защищены, Третий Рим находится под нашим контролем, и прямо сейчас пришла пора решать, куда же переедет наша столица. Будем ли мы с вами править из северной столицы, Санкт-Петербурга, или перенесем ее в Царьград, и отдадим дань столице православия Византийской империи. Пожалуй, я предоставлю мухе выбора вам, ведь зачем мне так много подписчиков, если они не участвуют в вопросах? Ставьте лайки, пишите комментарии, что, как, зачем и почему. И не забывайте посещать наш ламповый дискорд и вкладку сообщества. Поддержать меня также можно по ссылкам в описании. Ну а я, как обычно, всех обнял. До новых встреч, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok